А теперь события в мире. В Северодонецке продолжаются столкновения между российскими и украинскими военными. По данным Киева, на заводе «Азот», вокруг которого идут бои, остаются порядка 500 мирных жителей. В свою очередь, самопровозглашенные ЛНР сообщили о частичном выходе граждан с комбинатом. Кроме того, в Луганске заявили, что военные подразделения обеспечивают порядок и доставку гум-помощи жителям города. О других новостях в нашем международном блоке. Японская иена вновь упала по отношению к доллару, обновив 20-летний минимум. Такое снижение эксперты связывают с растущей инфляцией в США. В результате в стране подорожали продукты питания и топлива. Похожая ситуация и в Иране. Там нацвалюта достигла нового рекордно низкого уровня на фоне неопределенности ядерной сделки. Сейчас это одна из самых слабых денежных единиц в мире. А в Южной Корее продолжают забастовку дальнобойщики. В протестах участвуют около 7,5 тысяч водителей. Они недовольны повышением цен на топливо и предстоящей отменой текущего расчета минимальной зарплаты. Последствия забастовки уже ощутимы. Заморожена работа портов и некоторых предприятий. К примеру, ведущий производитель стали приостановил выпуск продукции из-за скопившегося товара. Новые изделия просто негде складировать. В результате рвется цепочка поставок по всей стране. Пакистан вновь оказался в тисках сильной жары. Температура не спадает ниже 50 градусов. Чиновники предупреждают об острой нехватке воды, которая может привести к дефициту запасов продовольственных культур и угрозе здоровью населения. Из-за нехватки жидкости погибают животные и страдает урожай. Между тем, метеорологи страны предупреждают. Необычные уровни тепла ускорят таяние снега и льда в горных районах и могут вызвать наводнения.